всем привет с вами ирина и канал my diy life и это садовый влог каждый год очень много вопросов по поводу обрезки рост после цветения решила вам показать потому что тема мне кажется актуально каждый год в общем то в обрезке роз летом абсолютно никаких проблем нет в отличие от весенней обрезки когда нужно убирать часть высоты куста летом в общем-то обрезка лично у меня сводится в основном к удалению отсветших цветков либо соцветий если это роза мелкоцветковая я покажу вам сейчас оба варианта ну вот этот у меня штамп он свел одним из первых это айзонмия у него видите даже уже плодики успели образоваться потому что это сорт близкий к видовым розам какой-то межвидовой гибрид поэтому не увидите прям плодики завязываются я немножко упустила момент можно было пораньше но здесь вот он как вы видите уже даже успел дать до обрезки новые побеги так что в принципе даже если вы не обрежьте это немножко сдвинет цветение повторное на попозже но полностью его не исключит да то есть это абсолютно ничего страшного даже если вы немножко припоздали с обрезкой хотя конечно если сразу после отцветания все быстро обрезать у вас роза зацветет повторно быстрее если у вас роза с одиночными цветками либо с небольшими соцветиями первое что мы делаем это находим первый настоящий лист на побеге под соцветием либо под цветком вот если вы посмотрите на побег то видно что сразу под плодиком да тут сначала такие вот один-два листочка неполноценные маленькие коротенькие а дальше уже начинаются нормальные листочки по пять листочков да и вам нужно выбрать тот листочек который с почкой которая смотрит наружу куста то есть мы стараемся при этом еще куст формировать чтобы он рос наружу да они внутрь чтобы он не загущался если я сейчас обрежу вот здесь под самым первым настоящим листочком то побег у меня из почки пойдет внутрь куста мне это не нужно поэтому я беру следующий лист из него из почки побег пойдет наружу это то что меня и устраивает и соответственно над этим листочком я и обрезаю где-то в середине ну вот здесь в общем то более менее все равно в какую сторону пойдет это расти потому что все равно это центр куста но вот именно по периметру я стараюсь соблюдать это правило чтобы все побеги новые смотрели в сторону от куста и таким вот образом обрезаем все побеги что касается рос с крупными соцветиями там все в общем то то же самое что и с одиночными за исключением того что первый настоящий лист у них находится пониже вот опять же если вы посмотрите на побег под самой кистью листочки неполноценные может быть один листочек или три листочка а дальше уже ниже того места где начинается цветочная кисть уже идут полноценные 5 листочковые или семи листочковый как в данном случае листья и наша задача опять же найти первый настоящий лист и обрезать нашу веточку видите несколько листочков на ней я получается тоже срезаю и таким образом режем все все соцветия кстати еще такой момент относительно того когда резать иногда бывает что на кусте часть цветков уже цвела уже можно их срезать а часть куста еще цветет и в таком случае можно либо обрезать весь куст целиком вместе с оставшимися еще цветами либо отрезать только то что отцвело а цветущие оставить что это даст это даст то что если вы обрезаете весь куст единомомента даже с теми цветами которые еще не до конца цвели вы получите более дружное повторное цветение потому что все побеги одновременно пойдут в рост и сразу дадут бутон и поэтому мне кажется что обрезать весь куст сразу даже если какие-то отдельные цветки еще на нем есть даст это более обильное повторное цветение чем ну какие-то отдельные цветочки которые будут по одному появляться все-таки общий вид куста уже будет не такой эффектный и я вот предпочитаю именно первый вариант обрезать сразу все не дожидаясь пока полностью роза цветет для того чтобы дать ей дружный старт на вторую волну роста и повторное цветение рекомендация резать над первым настоящим листом связано с тем что почки там сильнее чем на самой макушке сразу под соцветием а значит у вас получится более мощный побег второго порядка который даст больше бутон у чайно-гибридных роз склонных давать длинные дрыны и у роз флорибунда можно укорачивать побеги даже посильнее отступая еще две-три почки вниз тут уже смотрите и на общий вид куста чтобы получилась гармоничная форма ну и конечно сразу после обрезки розы нужно обязательно хорошо подкормить чтобы дать им толчок для дальнейшего роста я предпочитаю в данном случае жидкую подкормку поскольку она дает более быстрый эффект я кстати не знаю как у других у меня как-то даже те розы которые считаются постоянно цветущими про которых в литературе написано что они непрерывно цветут все равно есть какой-то перерыв между волнами цветение то есть но вот даже та самая балерина которая считается очень обильно и практически непрерывно цветущая она у меня после того как отцвела проходит некий промежуток времени и только после этого идет повторная волна цветения вот сейчас есть бутоны новые но согласитесь пара веток с бутонами это все-таки не массовое цветение я не знаю с чем это связано то ли я как-то все-таки не так ухаживаю за розами то ли это связано просто с разницей в формулировках на эти как некоторые считают цветение когда на розе есть хотя бы один цветок а другие считают цветением когда весь куст покрыт цветами но вот все-таки я считаю что если на розе пара веточек цветет это не цветение и ну все равно это не непрерывно цветущая роза на мой взгляд получается у меня вот в саду нет ни одного куста который бы вот без перерыва выдавал новые цветки все-таки растению нужно немножко набраться сил прежде чем роза выпустит новые побеги может быть я недостаточно хорошо кормлю свои розы с этим тоже может быть связано что просто у них недостаточно сил чтобы сразу выдать новую волну но вот у меня вот так напишите мне в комментариях как она у вас при обрезке роз нашла несколько дичков хотела вам показать очень распространенное заблуждение что отличается дичок от культурной розы количеством листочков на то что у дичка у побега от по двое 7 листочков а у розы 5 на самом деле это далеко не всегда так и в тот момент когда вы видите побег чтобы понять роза это или все-таки шиповник достаточно просто сравнить между собой два побега вот здесь у меня мускусная роза альденбизен у нее 7 листочков точно так же как у шиповника и именно поэтому я упустила этот момент у меня тут прямо четыре или пять побегов пошло от корня диких потому что на первый взгляд их сложно отличить но если рядом два побега взять и сравнить то разница становится очевидно смотрите у альденбизен у нее красные побеги с красными шипиками у шиповника побеги гладкие и зеленые и сами листочки они отличаются по форме и по цвету опять же красные черешки у культурной розы и матовые зеленые листочки удичка причем даже вот верхняя часть побегов может быть тоже красный из-за чего я и упустила потому что на первый взгляд если не приглядываться то их вообще не отличить и у одной и у другой 7 листочков но тем не менее вот это культурный побег а вот это вот дички которые нужно удалять я сейчас покажу вам еще одну розу с семью листочками которые абсолютно точно культурная при этом то есть даже не та роза которая просто да по по сути происхождению своему близка к шиповнику поэтому имеет 7 листочков как альденбизен а у меня есть здесь вот по соседству остинка с кожистыми темными круглыми листочками абсолютно точно это не шиповник но тем не менее у нее 7 листочков поэтому я вас призываю никогда не на количество листочков ориентироваться а просто сравнивать внешний вид потому что если приложить рядом побег шиповника и побег культурной розы ну вот я сделаю вот так да у меня тут рядом флорибунда вот здесь разница еще более очевидно да у розы настоящие у нее темно-зеленые блестящие листочки уж помню как правило листочки матовые светло-зеленые и такие немножко сизоватые что ли вот отличается очень сильно именно внешним видом так что количество листочков считать не стоит просто сравнивайте сорт если у вас появился какой-то побег не характерный внешне для вашего куста скорее всего это дичок и его нужно соответственно обрезать чтобы он не ослаблял остальным основной сорт и вот кстати момент который очень часто тоже вижу пишут о том что роза переродилась у меня всегда кровь из глаз когда это вижу потому что роза не может переродиться ни одно растение не может переопылиться вот все вот эти какие-то совершенно сумасшедшие придумки о том что сорт может изменить цвет на самом деле нет как правило когда это происходит это просто означает что шиповник дал побег от корня тот самый дичок он разрос и просто забил культурный сорт кстати удаляем дички обязательно нужно раскапывать до самого места где он начинается то есть не вровень с почвой просто обрезать эту ветку а раскапывать прямо вот до того места до того корня откуда проснулась почка и она пошла и там уже удалять потому что если мы срежем на поверхности почвы этот дичок это просто стимулирует корень дать еще больше почек и вы таким образом еще хуже сделайте потому что побеги от шиповника будут идти еще активнее под предыдущими видео мне кто-то спрашивал сажаю ли я с розами флоксы вот решила отснять да сажаю у меня растут рядом с розами вот в этом цветнике розовый и голубой флокс голубые флоксы я очень люблю мне кажется они совершенно нереальные очень красивый мой самый любимый наверное цвету флоксов потому что в сумерках они совершенно потрясающе смотрятся я его уже снимала в прошлом году в этом году он кстати очень рано у меня зацвел вот розовый еще только-только набирает бутоны а голубой уже ну даже кое-где цветочки начали отцветать и у меня сейчас цветет у меня за спиной клематис это blue rain голубой дождь у меня получается такая почти монохромная синяя композиция пока урос отдых между волнами цветения голубой флокс голубой клематис там у меня подальше еще один синий клематис и верника струм он тоже чуть-чуть сине-фиолетово-лиловый тоже немножко в тему этой композиции ну хотя жить ему тут осталось недолго нас последнюю неделю лили очень сильные дожди пару раз даже был град и у меня мой можжевельник blue arrow развалился пытается изобразить из себя арку но нам это конечно не нужно поэтому мы его сейчас будем подвязывать возвращать вот эту упавшую ветку вертикальное положение чтобы он оставался таким же высоким красивым как и был ну что же как обычно я жду ваши вопросы замечания пожелания в комментариях под этим видео но на сегодня все всем пока